всем привет многие из нас создают пароль 1 2 3 4 5 6 копируют его в текстовый файлик текстовый файлик кладут на рабочий стол и надеяться что их никогда не взломают и все плохое происходит совершенно с другими людьми но это не так соответственно цель этого митинга этого метапа чтобы люди познакомились с безопасностью и прежде всего начали думать о безопасности на своих проектах ну и будем мы сегодня общаться в контексте безопасности в клауде microsoft и же идем дальше прежде чем мы придем к обзору определенных сервисов microsoft и же хотелось бы познакомить вас физической инфраструктуры дата-центра microsoft и же у microsoft и же 56 регионов что позволяет что позволяет минимизировать задержки наших пользователей потому что они расположены по всему миру каждый регион состоит из как минимум трех и вы любите зон каждая вы любите зона состоит с одного или более дата-центров все вы любите зоны соединены между собой массивной сетью пинг которой не превышает 2 миллисекунды что позволяет очень быстро обмениваться данными между ними ну и зачем может быть полезна такая инфраструктура давайте посмотрим на примере сервиса microsoft и же storage перед тем как мы создаем сервис microsoft и же storage нам предлагает микрософт выбрать как он будет дублировать наши данные при этом есть четыре способа дублирования данных это локали рейджи дан storage который говорит о том что после того как мы заливаем наш блок в ажур storage синхронно создается три копии в рамках одного дата-центра соответственно этот способ является самым дешевым но и наименее безопасным если что-то случится с дата-центром то мы потеряем данные наших клиентов если мы заботимся о данных наших клиентов и считаем их важными то мы выберем какой нибудь из других методов например 2 по сложности то зоны рейдинг storage который позволяет нам копировать микрософт который копирует данные которые мы заливаем в эжур-сторидж синхронно между тремя availability зонами соответственно даже если что-то случится плохое с дата-центром то у нас есть копии наших данных других и вы лейбилити зонах в рамках одного региона если данные очень важны и мы считаем что их надо копировать даже между регионами то есть и такая опция соответственно георегидант storage опция позволяет копировать данные асинхронно во вторичный регион соответственно в первичную вы лейбилити зону и в рамках одного дата-центра создаются три копии соответственно при таком режиме создаются три копии как первичном регионе так и во вторичном регионе нам надо еще вот это кошка тоже скрыть сейчас мы переместим да ну и самый тяжелый рисунок который нужно всматриваться который наиболее дорогостоящий это когда мы создаем в первичном регионе три синхронных копий между тремя и вы лейбилити зонами и асинхронную копию во вторичный регион в рамках одного дата-центра вот соответственно это все позволяет нам не потерять данные наших клиентов и строить действительно отказоустойчивые приложения и безопасные чем дальше идем дальше что касается физических дата-центров что касается самих сооружений для того чтобы попасть в дата-центр нужно запросить доступ к нему ну соответственно получить и пруф надо же прийти когда попадете к дата-центру то там такие массивные стены много видеокамер которые и охранников которые это дело все просматривают соответственно она я даже видел один из дата-центров северной европе выглядит довольно внушительно просто так туда не попадешь после того как прошли ворота то нужно пройти металлоискатель чтобы ничего лишнего мы с собой не пронесли пройти двухфакторную авторизацию подтвердить нашу личность и дальше даже после этого у нас будет доступ всего лишь на один определенный этаж все сервера объявлены камерами что позволяет круглосуточно мониторить состояние серверов вот и даже если мы попытаемся что-то взять оттуда даже из нас туда пустили то назад нам все нужно пройти металлоискатель и по камерам будет видно что в общем то мы не уйдем так что можно считать что дата-центры microsoft надежно защищены соответственно и наши данные данные наших клиентов надежно защищен идем дальше про physical security мы поговорили достаточно основной идею метапа будут сервисы ажура и мы поговорим о том какие встроенные механизмы security есть у этих сервисов и о том какие дополнительные настройки безопасности можно сделать а именно в контексте наиболее популярного сервиса сиквележа мы поговорим о том какие как настроить raw level security дай на миг дэйта маскин про журсторич мы поговорим про способы авторизации журсторич когда их применять поговорим как настроить дополнительную защиту с помощью microsoft defender также обсудим сервис киволт и его режим работы и в завершении попробуем настроить для экосистемы наших веб-приложений геофильтринг используя ажур фронт-дор и веб-аппликейшн фаервол и теперь по порядку что касается и сквель ажура я разделил на три категории то есть встроенные механизмы защиты активные механизмы защиты которые необходимо настроить прежде чем мы приступим работать с сиквележу и превентивные это те которые нам позволят нам позволяют предотвратить различные атаки и мониторить безопасность нашей базы данных что касается встроенных механизмов защиты то по умолчанию все страницы базы данных все transaction блоки шифруются с помощью технологии транспорт data encryption с помощью алгоритма айс и 250-битного ключа эту настройку можно отключить но это не рекомендуется делать что касается in transit то есть можем in transit безопасности и скейл ажур поддерживает транспорт layer security начиная с версии 1.0 также с помощью фаервола можно выстроить доступ минимальный уровень tls его рекомендуется делать не ниже чем 1 и 2 что касается активных методов защиты то прежде всего когда мы создаем сервер базы данных в ажуре нам нужно подумать с перезагрузим нужно сделать минимальный доступ к сервису базы данных то есть что-то пошло не так сейчас пока грузится ажур портал давайте вернемся на слайд то есть нам нужно посмотреть зайти на сервер базы данных и посмотреть у кого есть доступ этот доступ принципам нужно следовать минимальных привилегий что это означает это означает что нельзя делать как очень часто на проектах я видел когда просят доступ базе данных администратор дает owner роль к всей подписке вот мы зашли зашли наш ажур портал я создала метап присужденную группу и уже создал датабейс сервер вот и соответственно мы всегда можем проверить у кого есть доступ у кого есть доступ к нашему серверу что-то не хочет ажур портал работать стабильно соответственно можем проверить у кого есть доступ и когда мы даем кому-то доступ нам нужно дать его с минимальными привилегиями из именно конкретному ресурсу к этому дебе серверу и именно с теми правами доступа которые необходимы что пользователь ничего кроме не смог сделать то есть доступ в ажур портал нужно урезать далее нужно урезать максимально доступ самой базе данных база данных которые создал которые мы будем использовать в нашем примере называется meetup db этой базе данных могут подключаться только пользователи из актив директоре из ажур актив директоре и к этой базе данных есть соответственно доступ только у двух пользователей у меня и у тестового пользователя крис green и у пользователя тестового крис green есть только права на чтение этой базе данных Соответственно, мы уменьшили доступ к серверу в Azure портале, урезали доступ к самой базе данных. Теперь нам нужно настроить Firewall. На уровне DB сервера у нас есть элемент меню Firewall and Virtual Networks. И здесь очень важно настроить, с каких IP-адресов мы можем заходить в базе данных. Или, соответственно, настроить Virtual Networks, которые будут иметь доступ к нашему серверу. Это что касается активных способов защиты, но мы еще говорили о превентивных. Соответственно, эта настройка очень важна. И я когда-то видел сценарий, когда на проекте было два овнера и добавили нового разработчика. И второй овнер особо не разбирался, но у него были максимальные права. Когда его попросили добавить еще один IP-адрес, он просто, не зная, как это сделать, дал максимальные права на подписку разработчику. И разработчик сам себе добавлял IP-адреса. Что, соответственно, очень плохо и было бы хорошо следить за такими действиями. Поэтому у нас есть логи, которые сохраняются. И есть механизм алертов. Очень странно. Попробуем еще раз обновить всю страничку. Вот видите, как всегда часто бывает. Ажур-портал отказывается заходить в меню Activity Log. Но это я уже заблаговременно настроил. И Activity Log позволяет нам отслеживать какие-то изменения. И можно настроить конкретные правила. Если кто-то изменил настройки в фаерволе, то мы получим email-уведомления. Вот такого характера. То есть мы настроили alert. И получили уведомление о том, что изменение в настройках фаервола произошло в такое-то время. Кто это сделал. Ну и дополнительные детали. Соответственно, это все нам позволяет смотреть состояние нашей системы. Потому что вряд ли вы будете каждый день заходить в фаервол и смотреть, не изменил ли кто-то правила. Поэтому подход, когда мы создаем алерты на наиболее интересующие нас темы, он очень хороший. Их надо обвешиваться как можно больше. Что, соответственно, позволяет нам реагировать на изменения очень быстро. Дальше у нас есть... Я, наверное, знаю, в чем проблема. Очень важно не хранить connection string в базе данных в веб-конфиге, например, если мы говорим о .NET-приложении. Соответственно, у нас есть разные пути. Мы можем заэнкриптить connection string. Но у Ажура есть механизм, который позволяет использовать аппсекреты. Соответственно, мы не храним credentials к нашей базе данных в connection string и не храним его в репозитории. Соответственно, такие есть механизмы защиты. Такие security baseline. Потом есть у SQL Azure очень интересная функция, которая называется row-level security, которая позволяет в эпоху популярности multi-tenant приложений, которая позволяет нам отрезать уровень, отрезать доступ к таблице, сделать частичный доступ на основе какого-то правила, что пользователь, который авторизировался в базе данных, будет видеть только часть строк. Есть подходы, например, к созданию multi-tenant приложений, когда у нас не на каждого клиента, не на каждый тенант отдельная база данных, а мы все складываем в одну базу данных. И чтобы не делать разграничение доступа на уровне приложений, мы можем это сделать на уровне базы данных. Соответственно, сейчас перейдем в базу данных. Она у нас очень простая. У нас есть организации, две таблицы. Таблица организаций и таблица вендоров. И, соответственно, мы авторизировались два раза с помощью администратора, это я, и с помощью тестового пользователя Крис Грин. И давайте выполним простой select, который возвращает нам четверех вендоров. И мы видим, что эти вендоры являются с разных организаций. Соответственно, это нехорошо, так как табличка вендоров содержит sensitive information. Это и номера телефонов, и состояние баланса, состояние счета этих вендоров. И очень было бы неплохо, чтобы вендоры из других тенантов не видели информацию, а видели только свою информацию. Вот. Вот как мы это можем сделать? Для этого у нас есть заготовочки в коде. Для этого нам нужно создать отдельную схему. Назовем ее security. На эту схему мы можем повесить отдельные права доступа. То есть у нас будут определенные люди ответственны за создание правил и создание ограничений. После этого нам нужно создать security function. Создать function, который будет являться предикатом. И здесь мы не посмотрели, какие у нас еще есть структуры таблички с организациями. Да, у нас есть несколько организаций. Есть name этой организации и, соответственно, owner, который соответствует полному имени пользователя в Active Directory. Соответственно, когда мы заходим из Active Directory, мы знаем имя текущего пользователя и можем по owner отфильтровать, что мы здесь и делаем, отфильтровать записи в вендорах. То есть мы создаем предикат, функцию, которую после этого мы положим сверху нашей таблички вендоров. И когда мы будем делать самый простой select, мы автоматически увидим только наш вендоров, которые нам доступны. Или, если мы администратор, то мы увидим всех вендоров. Так как эти функшены уже созданы, у них есть. Мы пойдем дальше. Нам нужно создать security policy. Security policy, в которой мы говорим, какой предикат использовать, на какую таблицу, и состояние, которое может быть по умолчанию включено или выключено. Security policy уже создана, но на данный момент она отключена, и с помощью команды alter security policy мы его можем включить. И если мы включаем policy... Включаем policy. Соответственно, мы включили security policy, который мы создали, то есть предикат, который отсеивает нам по оунеру организации из логиняного пользователя на табличке вендоров. Работает. И мы можем увидеть в действии, что по-прежнему, если я зашел с помощью администратора, то я вижу всех вендоров. А если я зашел с помощью пользователя, не администратора, а оунера второй организации, то я вижу только вендоров, в организации которого я являюсь оунером. Вот так можно настроить row-level security. Теперь пойдем дальше. У нас еще есть колонка с телефонами, и интересно, как мы эти данные тоже можем обезопасить, чтобы их не видели все и не смогли выкачать у нас базу данных со всеми номерами телефонов. Про row-level security поговорили. И теперь нам важно понимать, какие у нас бывают виды данных. У нас бывают персональные данные и неперсональные данные. К персональным данным относятся два вида категорий данных. Это PII-данные, Personal Identifiable Information, и Non-PII. То есть, соответственно, данные, по которым можно идентифицировать пользователя, к ним относятся номер телефона, номер страхования, ИН, какие-нибудь биометрические данные. И неперсональные данные, такие как ID наших устройств, IP-адрес, и в определенных случаях куки могут быть тоже Non-PII данными в зависимости от того, что мы туда сохраняем. Причем интересный случай, что если мы храним полный IP-адрес, то это является персональными данными. Но если мы наложим на IP-адрес маску, то сразу данные являются неперсональными. Соответственно, у кого проекты европейские, то есть закон, который называется GDPR. И одним из правил GDPR является то, что данные о пользователях, о людях из Евросоюза, должны храниться в территориях Евросоюза и не покидать территорию Евросоюза. Соответственно, когда мы здесь в Украине, и у нас много аутсорсовых компаний, которые разработка ведется здесь, и то, что разработчики могут увидеть номера телефонов, имейлы людей из ЕС, является неправильным, и это нужно устранять. Соответственно, у Microsoft Azure есть механизм, который позволяет это устранить, и называется он Dynamic Data Masking. То есть мы можем наложить определенные маски на то, как пользователи будут видеть определенные данные, видеть частичные. Соответственно, у нас есть колонка с номером телефонов у вендеров, и мы хотим, чтобы видимость номеров телефонов ее не было, и тогда мы будем GDPR compliance. У Ажура очень легко это сделать, нам всего лишь нужно перейти на уровень базы данных. Сейчас мы подбираем, так все стало работать хорошо. Заходим на уровень базы данных. На уровне базы данных мы пишем ключевое слово Dynamic Data Masking, и переходим в Dynamic Data Masking. И здесь уже есть рекомендации о том, какие колонки или какие таблицы или какие схемы мы можем наложить маску. И нам уже есть рекомендации о том, что мы можем наложить маску на номер телефона. Соответственно, мы кликаем Add Mask. В этом поле мы можем ввести, на каких пользователей не нужно накладывать маску, то есть какие пользователи будут видеть оригинальные данные. По умолчанию это все администраторы, и обязательно нужно не забыть нажать кнопочку Save. Сохранено. И теперь мы смотрим. Если мы заходим с помощью администратора, то мы по-прежнему видим все оригинальные номера телефонов. А если мы заходим с помощью нашего тенант-пользователя, то мы видим вендоров только, которые присущи его организации. И номера телефона у нас наложена маска. Соответственно, мы себя очень хорошо обезопасили, и теперь наше приложение является GDPR compliant. И это не все. Если мы перейдем в саму маску, то у нас есть ряд форматов, которые мы можем использовать. То есть уже у Microsoft есть ряд заготовленных масок, которые можно наложить на email, на кредит-карт, и можно создать кастомную маску. Так как у нас формат телефона такой немножко необычный, то мы можем сказать, что часть данных будет у нас видна, а часть данных не видна. и мы обновляем. Обновляем. Нажимаем save. И мы видим, что у нас не все есть телефон, а частично данные видны. То есть для каких-то случаев это может быть полезным. Что касается перформанса для RLS и для Dynamic Data Masking, то для Dynamic Data Masking перформанс сопоставим с тем, с оригинальным. То есть дополнительных каких-то издержек по перформансу у нас нет. Его можно смело использовать в большинстве случаев. Что касается RLS, то, конечно же, здесь весь перформанс упирается в то, как вы напишите свою функцию предикат, которая будет отсеять данные. Если там будет много join, то она будет существенно замедлять. Поэтому нужно думать, куда именно накладывать RLS и, соответственно, понимать, где это нужно, где это нет. Также хотелось бы сказать, что если мы говорим... Сейчас вернемся на слайдик RLS. Если мы говорим о том, что какие еще по перформансу есть проблемы, не рекомендует Microsoft использовать логическое ID в наших функциях предикатов, так как это существенно замедляет перформанс. То есть использовать дисюнцию нам не рекомендуют, но это можно, как мы увидели в нашем примере. Так, про SQL Azure мы поговорили уже достаточно много, поэтому перейдем дальше. Следующий сервис у нас это Azure Storage. Azure Storage. И что важного, хотелось бы рассказать про него. У Azure Storage все загруженные блобы, а это и обычные блобы, и append-блобы, page-блобы, все хранятся в зашифрованном виде, начиная с 20 октября 2017 года. зашифрованы они с помощью алгоритма IES и 250-битным ключом. И как мы можем убедиться в том, что это так. Для этого нам нужно перейти в Azure Storage, который я уже создал. В Azure Storage у нас есть контейнеры, у нас есть имиджи, и у нас есть имидж, который называется secret map. Мы можем зайти в его свойства. И одним из свойств является server encrypted. То есть здесь должно стоять true. Ну и по умолчанию они являются все true с 2017 года. Поэтому данные наши хранятся в зашифрованном виде. Если мы перейдем на storage, перейдем в вкладочку encryption, то снизу вверх у нас есть три свойства. И encryption type, то есть мы можем по умолчанию криптографическими ключами управлять Microsoft. То есть он ответственный за обновление этих ключей и за хранение этих ключей. Но мы можем пойти, переместить их на свою сторону и управлять самостоятельными. Например, размещать Azure Key Vault, о котором мы еще сегодня поговорим. Дальше. Encryption по умолчанию, который происходит на уровне сервиса. Также можно включить двойной encryption. То есть данные будут шифроваться два раза на уровне инфраструктуры. Infrastructure encryption. Этот параметр можно создать только при создании Azure Storage. Если мы считаем, что у нас очень важные данные, и если когда-нибудь один из ключей будет скомпрометирован, и кто-то его украдет, и, соответственно, сможет расшифровать наши данные, то мы добавляем второй этап infrastructure encryption, и нам атакующему нужно уже будет получить два ключа, чтобы дешифровать два раза. Соответственно, это дополнительный уровень безопасности, который может быть очень полезен для sensitive файлов. Идем дальше. Здесь поговорим о способах авторизации в Azure Storage. В строках у нас артефакты Azure Storage, это Azure Blobs, Azure Files, SMB и REST, Azure Queues и Azure Tables. Мы сегодня более подробно поговорим про Azure Blobs, поэтому они вверху. А в колонках у нас способы авторизации и в пересечении строк и колонок поддерживает ли тот или иной артефакт тот или иной способ авторизации. И поговорим о способах авторизации с наиболее защищенных к наименее защищенным. У Azure Blobs наиболее защищенным является способ авторизации с помощью Azure Active Directory. Соответственно, в Azure Blob могут авторизироваться только пользователи из вашей организации. Соответственно, это может быть полезно для приложений, которые используются только одной организацией. И вот если у вас именно такое приложение, то нужно использовать Azure Active Directory. Если вы используете Active Directory не Azure, а какой-нибудь Custom On-Premise Active Directory, то такой способ авторизации не поддерживается в Azure Blobs. Но что делать, если у нас приложением пользоваться могут например, наши клиенты со сторонних организаций, которые мы не можем дать доступ в нашу Azure Active Directory, то для этого у нас есть Shared Key. У нас есть два ключа, первичные и вторичные, которые мы можем генерировать, которые мы можем обновлять и которые мы можем отдать нашим клиентам, партнерам, которые будут авторизироваться в Azure Storage с помощью Shared Key. Соответственно, этот способ уже является менее безопасным, потому что мы отдаем ключи сторонним пользователям, которые могут отдать их куда-нибудь еще и доступ может быть скомпрометирован. Поэтому у Shared Key есть Retention Policy, то есть как часто нам нужно обновлять эти ключи и ее бы неплохо настроить и следить за обновлением ключей. Еще очень интересный сценарий может быть, как можем авторизироваться мы можем использовать Shared Access Token. Если мы перейдем в наш контейнер, перейдем в контейнер, images, настройки, которые мы уже делали, то у нас есть менюшечка, которая называется Generate SASS, и мы можем генерировать токен, используя либо аккаунтки, которые мы говорили только что, либо используя пользователя из Active Directory. Для этого нужно кликнуть User Delegation Key. Это является наиболее предпочтительным доступом. По умолчанию я создал контейнеры и блобы все закрыты, поэтому если мы перейдем по ссылочке и откроем, то мы увидим, что доступ из нее закрыт. Бывают сценарии, когда мы хотим, например, у нас хранятся какие-то файлы, которые мы продаем, пользователь у нас купил файл, и мы хотим открыть ему доступ. Это один из сценарий, который мы можем использовать. Мы можем генерировать SaaS-токен на определенное время, и если этот пользователь у нас анонимный, и он не авторизирован нашей системе, мы генерируем SaaS-токен, пересылаем ему на e-mail, и пользователь может выкачать наш файл. Еще интересный случай, когда мы разрабатываем какой-нибудь сервис, который обрабатывает какие-нибудь большие данные, например, изображение, например, в изображениях убирает красные глаза. И этот сервис должен быть удобным, и пользователи нашего сервиса являются ажурными, у них есть ажур storage, и, соответственно, какую мы можем построить архитектуру? Мы можем построить архитектуру, что пользователи нам делают запрос на наш веб-апи, передает нам SaaS-токен, в котором есть права на чтение и на запись. Мы читаем его фотографию, удаляем на ней глаза, красные, красные удаляем, глаза не удаляем, и самостоятельно записываем обновленное изображение в блок нашего пользователя. После этого такой сервис будет очень удобный, потому что пользователю не нужно самостоятельно читать, записывать, нужно только сгенерировать SaaS-токен, передать его, и сервис делает все автоматически. Такую тактику, например, использует Adobe в своих сервисах. Они поддерживают Azure Storage, поддерживают AWS, поддерживают угловский сервис. И вот если мы сгенерировали токен, которым очень важно поставить правильный expiration date, то есть не сделать, что токен будет доступен на один год, как можно меньше. И с помощью этого токена мы сможем открыть изображение, которое в дальнейшем будет использоваться в нашей презентации. Так, мы поговорили о всех доступах, кроме публичных. Публичные доступы на самом деле не рекомендуется делать, потому что есть риск того, что нас могут выкачать все данные, заскрепить наши данные. Ну, конечно, если это новостной портал, новостной портал, в котором по умолчанию все публично, изображение в том числе, но все равно мы можем закрыть доступ публичный, использовать SaaS токены, сделать скачивание единоразовым для того, чтобы защититься от скрепинга данных. То есть анонимный доступ в самом крайнем случае использовать. что касается дополнительных дополнительной защиты. В Ажуре есть сервис, который называется Azure Defender for Cloud, Microsoft Defender for Cloud. Microsoft Defender for Cloud, и он позволяет нам усилить уровень превентивной нашей защиты. Соответственно, он занимается мониторингом логов. Сейчас зайдем в Environment Settings. Для того, чтобы его включить, нам нужно зайти в Environment Settings, зайти в нашу подписку, и Microsoft Defender for Cloud работает для разных сервисов. В нашем случае мы говорим о сторидже. для этого нам нужно включить сервисы, которые нам нужны, соответственно, смотреть на цену, которая будет overhead к базовой цене сервиса. Есть два режима Enhanced Security и базовая security. Базовая security не так интересна, а вот Enhanced Security Microsoft Defender for Cloud мониторит логи. Соответственно, если он увидит, что к нашему Azure Storage идет внезапно по ключу, с которого заходили, например, мы используем Shared Keys, и по этому ключу у нас все время заходили с одного региона, а вдруг начали заходить с множества регионов. Соответственно, Microsoft Defender это вычислит и пошлет нам алерты, что что-то не так, и, скорее всего, ключ скомпрометирован. Поэтому это очень полезный сервис, который пытается пытается отбиться от атак, который может нам оценить, насколько у нас все безопасно настроено, включен или encryption, и все ли хорошо. Поэтому я его тоже рекомендую устанавливать и включать полезный сервис. Про Azure Storage мы поговорили. Теперь у нас Azure Key Vault. Как только у нас есть данные, которые мы считаем очень sensitive, их нужно сразу переносить в Key Vault. Если мы говорим про Azure, какие sensitive данные бывают? Это всевозможные секреты. пароли, connection стринги, токены и другие ключики. Потом мы можем хранить криптографические ключи в отдельной категории. И также мы можем хранить SSL сертификаты и использовать SSL сертификаты в наших сервисах Azure. Также Azure Key Vault предоставляет два способа хранения ключиков. Это программный метод хранения и hardware. Соответственно, у нас есть Vaults и Manage hardware security модуль. В первом способе все наши ключи хранятся в общей инфраструктуре. Ну и соответственно, этот способ является базовым. Но как только мы говорим о данных, которые являются либо медицинскими, либо финансовыми и требуют дополнительного уровня безопасности, который описывает стандарт FIPS 140-2, о котором мы сейчас поговорим, то если нужен дополнительный уровень, то мы идем и используем Manage HSM. То есть наши ключики, наши криптографические данные хранятся уже на отдельных устройствах криптографических и соответственно, не в общей инфраструктуре. Что за стандарт такой FIPS 142? То есть этот стандарт разработан Институтом сертификации технологии и имеет он четыре уровня. Первый уровень самый простой. в нем говорится о том, что мы должны использовать понятные операционные системы, сертифицированные операционные системы и должны использовать не писать свои криптографические алгоритмы, а должны использовать протестированные и те, которые являются актуальными на данный момент времени. Соответственно, если мы говорим БА, то здесь к месту хранения наших криптографических данных у нас уже должны быть role-based access, то есть уже паролям разделен доступ, и также должны быть индикаторы о том, что у нас какие-то мы должны иметь возможность посмотреть локи о том, что к нашим криптографическим данным был доступ из каких-то подозрительных мест, то есть уже должна быть какая-то превентивная защита. Если мы говорим про третий уровень данного стандарта, то мы должны уже быть не в общей инфраструктуре, у нас должен быть уже identity-based access, не role-based access, и также у нас должны быть превентивные способы защиты. Этот уровень активно используется в финансовых и медицинских приложениях. А если мы говорим о четвертом уровне, который является максимальным, то здесь все очень круто. Основная идея в том, что как только устройство видит какую-то подозрительную активность, нестандартную активность, оно должно самоуничтожиться, то есть уничтожить все данные, которые в нем находятся. Такая себе красная кнопочка. Еще я не сказал, что в третьем уровне все криптографические данные, которые приходят на вход и уходят в устройство и выходят из устройства, они должны быть в зашифрованном виде, что очень отличает ее от второго уровня. Соответственно, резюмируя, Level 1 это наши пед-проекты какие-нибудь, Level 2 это большинство проектов, которые мы разрабатываем. Level 3 это медицинские финансовые проекты, а Level 4 это могут быть военные проекты, в которых потеря данных очень важна, поэтому лучше их удалить, потерять. Так, да, ну и собственно, как создать Azure Key Vault. как создать Azure Key Vault. Для этого мы переходим в раздел наш Meetup, создаем новый ресурс, пишем Key Vault. при создании нам нужно указать его имя, Meetup, все ресурсы мы создаем Meetup Key Vault 2, потому что я уже создавал его. Все ресурсы мы создаем в West Europe регионе, и здесь у нас есть два pricing level есть Standard и Premium. Premium поддерживает, если мы хотим использовать третий уровень безопасности и отдельные железячки для нашей криптографической ключей, нам нужно выбирать Premium обязательно. Дальше у нас есть опции Soft Delete, то есть когда мы удаляем ключики, мы можем их восстановить, сколько у нас после удаления еще можно восстановить, мы устанавливаем, то есть по умолчанию это 90 дней. И у нас есть еще Purge Protection, что это означает. Если мы по умолчанию такая функция выключена, если мы ее включим, то мы сможем удалить ключик только после периода 90 дней, то есть мы удалили ключик сначала мягким удалением, когда его еще можно восстановить, а полностью удалить возможно только через 90 дней. И соответственно так мы можем создавать наш Key Vault. И пока он создается, здесь очень хотелось бы сакцентировать внимание на стоимости. Третий уровень безопасности это классно, но стоимость тоже очень важна при разработке. И когда мы говорим про разницу между software и hardware protected keys, то за операцией с ключами эта стоимость одинаковая, но при software мы не взимают плату за хранение этих ключиков, а с hardware у нас стоимость хранения за каждый ключик. И соответственно в премиум уровне если мы храним ключики 2048 битные RSA ключики по 1 доллару и дальше цена зависит от количества ключей. и соответственно если нам нужны более устойчивые ключи, то они стоят дороже. вот соответственно если у нас там 10 ключиков, то это еще ничего страшного, если у нас уже ключики измеряются тысячами, то это такая серьезная надбавка на monthly bill нашего сабскрипшена. Ну и соответственно есть еще самый дорогостоящий режим, когда мы можем выкупить целый пул этих устройств и дальше уже мы будем тарифицироваться не по количеству ключей и по количеству транзакций, а у нас будет просто часовая стоимость за использование этого пула. Ну и соответственно если их умножить на количество часов в месяц, то стоимость там будет больше 2000 долларов, то защита, безопасность требует инвестиций. Идем дальше. Сейчас мы говорили о том, что у нас все очень хорошо, Azure предоставляет очень много встроенных способов защиты, также активных, превентивных, мы можем логировать, мониторить, это все очень классно, но как всегда есть какие-то нюансы, которые меняют отношение к Azure, даже наверное в целом к Cloud, да, есть в феврале 2021 года к сервису Cosmos DB Microsoft автоматически добавил ко всем существующим Cosmos DB, ко всем новым Cosmos DB добавил open-source плейхинг Jupyter Notebook, который показывает красивые графики, который позволяет дата-сайентистам визуализировать данные и работать с данными с Big Data, вот, но вся проблема в том, что в этом open-source плагине, как зачастую бывает с open-source решениями, что они являются либо небезопасными, либо не очень красивыми, либо непонятными, либо их никто не поддерживает, вот, в этом случае была уязвимость, с помощью которой ребята из компании WIS смогли скомпрометировать первичные ключи с полным доступом к Cosmos DB всех инстансов во всех регионах, то есть они имели доступ ко всем Cosmos DB. Соответственно, этот сервис Cosmos DB очень популярен, если посмотреть на его основной странице, то много компаний из Fortune 500 используют этот Cosmos DB и непонятно, сколько злоумышленников воспользовались этой уязвимостью, которая была полгода и как это все повлияло. Из хороших новостей, это то, что Microsoft очень быстро отреагировал за 48 часов, закрыл эту уязвимость, написал статью о том, что делать после этого нужно пользователям Cosmos DB, но и самое главное, что нужно это обновить все ключики. Соответственно, даже в таких серьезных и больших системах, как Microsoft Azure, случаются неприятности и мы ничего не можем с этим поделать. Единственное, что мы можем, это как можно меньше устанавливать сторонних плагинов или если мы все-таки устанавливаем, то хотя бы почитать о том, какие у него есть уязвимости или какие у него есть проблемы, а не просто найти первый попавшийся NewHeadPacket и нажать кнопочку Install, что является нехорошей практикой. Теперь поговорим про киофильтринг. Например, у нас есть экосистема из веб-приложений, там могут быть Azure Functions, могут быть множество вебапов использоваться. И, например, как в YouTube или в других медиа-сервисах, мы хотим охраничить доступ пользователей только из определенной страны. И чтобы не делать эту настройку на уровне каждого сервиса, мы можем объединить все наши сервисы и поставить, используя сервис Azure Front Door. После этого мы сможем добавить веб-аппликейшн Firewall, настроить кастомные полисы, в которые мы можем сказать, что если пользователь зашел из страны не из страны файт-листа, то мы можем либо редиректнуть его куда-то, либо выдать какую-то ошибку. Соответственно, давайте посмотрим, как настроить геофильтринг в Azure портале. Переходим в Azure портал. Да, Azure Key Vault у нас создался. Переходим в Azure портал. Я уже приготовил Front Door. Сейчас проверю Policy. Policy у нас нету, все хорошо. из чего состоит наш Azure Front Door. У нас есть Front Designer. Для простоты примера есть один Azure Web App. И если мы перейдем на Front End домен, он нас передирект на стартовую страничку по умолчанию Azure Web App. Теперь мы хотим ограничить доступ к этому ресурсу и сказать, что, например, только пользователи из Швеции могут зайти на этот ресурс. Если пользователи не из Швеции, то нужно его редиректнуть на какой-нибудь шведский government сайт. Что для этого нам нужно сделать? Нам нужно включить Web Application Firewall Policy. Нажимаем кнопочку Create. Выбираем Policy для кого. Поддерживаются у нас как Front Door, как Application Gateway и Azure CDN в превью. То есть решения для load-балансинга у нас можем на них еще накладывать в Web Policy. Мы используем Front Door. Соответственно, Front Door могут быть разных уровней. У нас уровень по умолчанию, подписка ресурсная группа Meetup и Policy Name назовем Geofiltering. Есть у нас два способа, как это Policy будет работать. Превентивно и Detection. То есть Prevention и Detection. То есть мы действие будем либо отменять, когда оно происходит, когда наши Policy срабатывают, либо мы просто его обнаруживаем и складываем в логи. То есть нам интересно действия отменять. Правила по умолчанию включены, которые защищают нас от различных известных XSS атак, SQL инъекций и других. Идем дальше к Policy Settings. Мы сейчас их пропускаем. Нас интересует Custom Rule. Для этого мы создадем новый Custom Rule. Назовем его Only Sweden. С ошибкой. Only Sweden. Статус включенный по умолчанию. Rule Type у нас по совпадению будет. И Priority. Priority мы указываем это число Integer. Чем ниже число, тем выше приоритет. Соответственно, если правила с приоритетом более высоким выполняются, следующие правила уже не будут выполняться. И выбираем по какому принципу. Выбираем Geolocation и говорим, что если Geolocation не Швеция, если Geolocation не Швеция, то мы добавляем новый Condition, мы редиректим весь наш трафик на Government сайт Швеции. Добавляем в поле Redirect URL желаемый URL, нажимаем кнопочку Add и нажимаем Create. Тем самым мы создаем Policy. Policy у нас создано. Если мы дальше перейдем в наш Azure Front Door у нас есть раздел, который называется Web Application Firewall и здесь мы можем apply созданные Web Application к нашим Frontend доменам. Мы выбираем Frontend домен и из выпадающего списка выбираем Policy, Policy нет. Сейчас еще раз переходим в Web Application Firewall. Давайте еще раз проделаем этот путь только теперь немножко быстрее выбираем Front Door выбираем ресурсную группу называем Policy выбираем Prevention мы не нажали там кнопочку Create у нас только валидация прошла deployment progress мы сейчас создали без кастом полиси мы сейчас ее добавим идем в ресурс идем в раздел Managed Rules Custom Rules добавляем кастомное свойство называем его Geofiltering повторяем все действия с высоким приоритетом не в Швеции и редиректим весь трафик все теперь у нас кастомное полисе включено нажимаем нажимаем кнопочку Save все дает это в полисе если мы сейчас нажмем Add Policy то она должна быть доступна в списке нажимаем Refresh Новый Existing Policies и Subscription но у нас есть и другой способ связать со стороны веб-аппликейшн Firewall Customer Rule у нас создан теперь мы можем добавить со стороны веб-аппликейшн Firewall нажимаем Save применяется наша ассоциация с Front Door и через какое-то время мы не сможем зайти на наш сайт мы будем автоматически Redirect Нужно пару минут чтобы применилась эта настройка поэтому мы попробуем сейчас поговорить дальше о следующем слайде и потом вернемся посмотрим сработала ли наша настройка наше полисе что бы хотелось подрезюмировать чем Security это не одноразовый процесс который надо сделать и забыть вот это Continuous процесс этим нужно заниматься постоянно на это нужно находить время этому нужно уделить внимание об этом нужно думать постоянно соответственно у Microsoft есть Microsoft Security Development Lifecycle и есть ряд практик которые предлагают бороться Security наоборот предлагают усиливать Security наших проектов используя моделирование УГРОС и другие практики у нас кстати был над конференцией .NET FullStack Тимур рассказывал об использовании этих практик я думаю на канале есть видео его можно посмотреть также есть все мы уже используем запуск юнит-тестов в наших пайплайнах CI-CD если юнит-тесты фейлятся мы останавливаем build вот соответственно то же самое мы можем сделать Security есть сервис который SonarCube называется в нем мы можем настроить гейты и говорить о том что SonarCube сначала расскажу он делает assessment он assessment делает и находит у вас 10 уязвимостей и в конце добавляет какой-то Secure Score то есть оценку безопасности нашего кода и мы можем сказать что если оценка у нас ниже какого-то уровня то мы build не пропускаем и должны эти ошибки исправить какие он может найти ошибки когда мы добавляем uploading файлов и забыли проверить валидацию файлов кто-то может залить файлы и какие угодно то есть чтобы постоянно об этом не думать мы можем использовать SonarCube который найдет такие уязвимости но и дальше я бы хотел порекомендовать всем в контексте того что безопасность это постоянный процесс шарить знания то есть если мы что-то узнали новенькое о безопасности то обязательно нужно поделиться это со своими коллегами за чашечкой кофе или просто созвониться пообщаться потому что шаринг знания это самый сильный инструмент который усиливает безопасность потому что безопасность и не только безопасность остальные аспекты разработки приложения но особенно в безопасности этот этап очень важен для этого чтобы метап прошел не зря чтобы сейчас не закрыли ноутбуки и пошли и забыли все что сегодня мы проговорили предлагают домашнее задание подумать о том что как можно усилить безопасность на моем проекте соответственно найти какие места вы считаете уязвимыми предложить решения и предложить эти решения вашему темреду или другому вышестоящему начальству и самая основная цель это имплементировать эти решения в проект собственно на этом все единственное что нам осталось проверить работает ли у нас редирект и редирект работает здесь на этой ноте мы будем завершать теперь всем спасибо большое кто остался и выдержал эти проблемы с интернетом теперь жду ваши вопросы дякую 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 дмитр за цикавый спич пишите ваши питания в чате если они у вас есть и тишина все пошли делать домашнее задание конечно пишут дякую ну мы еще можем почекать пів хода да конечно подержим возможно что появится на думке у когось ажур поддерживает базовую защиту от ddos атак что по поводу продвинутой защиты владислав питает ну в defender cloud есть продвинутая защита в ddos в этом extended enhanced он называется enhanced режиме у него есть более предвинутая защита от ddos атак ответ 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 напишите плюсик ага ответ ответ еще вопросы нет 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 фондор тоже может защитить от ddos атак сейчас давайте отвечу фондор тоже может защитить от дdos атак да фондор тоже есть настройки защиты от дdos атак не вопрос это констатация факта я согласен с ней теперь какие самые распространенные проблемы с секьюрностью какие это люди люди это и есть самая большая проблема с секьюрностью пароли напечатанные на написанные на листики прикрепленные к монитору пароль 120456 отмена двухфакторной авторизации то есть все наделения правами других пользователей максимальными мне кажется это и есть самые основные проблемы с безопасностью которые потом приводят к большим рискам но а если с технической точки зрения ответить на этот вопрос то игнорирование фаерволов наверное всех ну тоже наверное мне кажется если обобщить то большая проблема это установка всевозможных плагинов которые решают проблемы но которые решают задачи но приводят к проблемам безопасности потому что никто не думает о том насколько они вредят мы когда-то устанавливали на одном из проектов еще давным-давно плагин какой-то полезный javascript плагин и там были тестовые скрипты на php которые показывали как сделать серверную часть хотя проект был на .NET и мы просто их не удалили но при этом в этих php-скриптах была уязвимость и наш сайт атаковали через php-скрипт его было очень легко пофиксить но тем не менее неприятно утро начинать с этого новый вопрос появился просят чеклист из трех пунктов что нужно сделать в плане security в первую очередь начиная новый проект .NET ап с мс с сиквел сервером в ажуре давайте по сиквел серверу это то что я проговорил ограничить доступ к сиквел серверу ограничить доступ к базе данных создать отдельных пользователей которые для приложения вот это как один пункт назовем потом connection string обязательно выносить куда-нибудь подальше в киволт и третий пункт третий пункт что там асп.net сиквел сервером в ажуре а но еще я все-таки порекомендовал установить минимальный уровень тлс 1.2 потому что в уровнях ниже они все более уязвимы но в них есть уже дыры по безопасности соответственно 1.2 и не меньше ну и проверить что у нас все сервисы которые используются в ажуре у них у всех есть базовый encryption и проверить что он включен новый вопрос по GTPR фото юзера это персональная информация тогда доступ лучше выдавать через SAS но опять же смотря с каким какое у нас приложение если у нас приложение в рамках одной организации тогда у нас никаких SAS то есть все только через Active Directory коннектятся их видят фото юзера персонально потому что можно однозначно идентифицировать пользователя хотя наверное зависит от контента этой фотографии то есть если там ты в капюшоне то это уже наверное будет анонимизированное как фото вот если можно однозначно идентифицировать человека то это уже будет PII data соответственно ну да PII данные лучше даже не через SAS токен а вообще их закрывать и двойной encryption тогда ставить на весь Azure Storage и может их даже еще лучше насколько это важно в контексте вашего приложения можно вынести тогда все фото в отдельный Azure Storage и сделать ему двойной encryption на уровне сервиса и инфраструктуры ну да и публичный доступ не давать только закрытый контейнер и если надо SAS и если этого можно избежать то Active Directory Мобильное приложение тогда через SAS будет получать доступ к нему верно? Интересно поставлен вопрос если у нас есть мобильное приложение то SAS токен будет работать с любого мобильного приложения веб приложения мы шлем HTTP запрос любое устройство которое может слать HTTP запрос получать HTTP запрос и отображать изображение может использовать SAS токен а я наверное понял вопрос я думаю дальше мобильное приложение не коннектится через Active Directory к Storage и по каким-то причинам оно не может коннектиться через Active Directory какой-то способ выбрать тогда можно генерировать SAS токены либо если это у нас мобильное приложение то мы можем ключики к киши кис вот эти два ключика хранить в Key Vault и например у нас мобильное приложение может коннектиться к Key Vault и получать ключик и коннекция к Azure Storage чтобы мы не генерировали постоянно с токеном ответ на ваше питание Дмитро Сергей напишите нам какой-то плюсик или минусик или минусик пишите плюсик так ну я думаю все ну надо ждаться самого активного пользователя с вопросами ага все а это считаем за плюсик не за ждем все а тоди всем дякую за сьогодні за дискусію Дмитро дякую за спич всім гарного вечера зустрінемося в наступных субтитрах спасибо большое пока-пока спасибо спасибо Продолжение следует...